ХИПИДЖАМП Ну это не сложно на самом деле, просто надо понимать, как все делать. Я встал на него где-то года два назад, увидел видосы на ютубе, понравилось, решил попробовать. Теперь попробовать прокатиться на скейтборде, самокате, велосипеде BMX и роликах ребята могут и в родном городе. Сквер на улице Советская стал центром притяжения местных стрит-спортсменов. Скейт-парк построили буквально за месяц. На ней присутствуют все элементы уличной инфраструктуры, потому что эта площадка создана для подготовки и катания ребят в дисциплине стрит. То есть мы видим здесь и грани, и перила, и элементы лестниц. Поэтому я думаю, что зенегородская молодежь очень будет довольна тем, что у них появился такой спортивный объект, который плюс ко всему гармонично вписался в окружающий, скажем так, ландшафт. Покрытие из высокопрочного бетона, общая площадь скейт-парка более 400 квадратных метров, 6 элементов, чтобы спортсмены могли оттачивать трюки уличного катания. Но и это не все. Дополнительно в сквере оборудовали две баскетбольные площадки. Работы по возведению спортивных объектов проводились в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». Андрей Юрьевич дал нам поручение разработать и посмотреть, как на территории Московской области развиваются экстремальные виды спорта и существует ли необходимая инфраструктура. И мы, начиная с 2018 года, ежегодно закладываем у нас государственную программу «Спорт Подмосковья» по поручению нашего губернатора строительства таких современных хороших бетонных скейт-парков. В том году мы построили 10, в этом году еще 6. Первые мы сегодня открываем здесь, в Зайнигороде. Еще запланированы в самом Одинцово, в Эткарино, в Нарфаминске, в Реутове. Конечно же, эти объекты пользуются огромной популярностью у молодежи. Они всегда загружены, всегда на них большое количество детей, ребят. Очень приятно, что молодежь, наше современное поколение выбирает здоровый образ жизни. Это правильный выбор. И, насколько я знаю, спортивное движение именно молодежи здесь, в Зайнигороде, каждый год растет и прибавляется в численном составе. Это не только скейты, ролики, самокаты и BMX велосипеды, но это и баскетболисты, волейболисты. Но я надеюсь, с появлением нашего большого комплекса «Спартак» еще будет активно и футбол здесь развиваться, как это было тогда-то в советском, еще в Зайнигороде. Скейтбординг настолько популярен, что его даже включили в Олимпийскую программу летних игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Впервые в истории разыграют четыре комплекта наград в двух дисциплинах – это парк и стрит. Юные спортсмены из Зайнигорода уже пообещали с интересом наблюдать за соревнованиями, а в дальнейшем, возможно, именно они станут олимпийскими чемпионами в этом виде спорта. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.